здравствуйте дорогие друзья всем благословенного дня и благословенного утра и на самом деле когда мы живем под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоимся то мы можем говорить богу ты прибежище мое ты защита моя ты бог мой на которого я уповаю и мы так начинаем день мы начинаем год мы начинаем месяц мы начинаем события какие-то свои жизни имея ввиду что 90 псалом для нас всегда большое подкрепление и понимание что мы можем заключать завет по этому псалму я напоминаю чтобы мы могли это делать если вы вступаете в какие-то может быть необычные для вас сейчас состояния важные для вас сделки разговоры общения договоренности то пусть 90 псалом будет на старте этих заговоренностей на старте каких-то важных событий решений дел и поэтому сейчас когда мы рассматриваем то что происходило в жизни давида то для нас важно понимать что его сейчас преклонный возраст не гарантия безопасной зоны а скорее наоборот посмотрите что атакуется то что становится более слабым и если в состоянии трезвого так скажем бодрого состояния здоровья юности возраста там опасно выходить то здесь вроде бы как уже он в преклонном возрасте и поэтому а так атаки усилились но с другой стороны есть легальные права на это потому что в жизни давида она не была жизнь безоблачной она не была безошибочной как впрочем жизнь каждого из нас мы не можем сказать что я лучше давида в чем-то поступил там или там наша безопасность не в нашей праведности человеческой не в нашем правильном выборе чтобы все делали хорошо и правильно а наша безопасность в имени божьем с чего мы начали сегодня как 90 псалом в то в том что мы вошли в его имя как в крепкую башню и стали безопасны так говорит слово божье но это имя для нас в иисусе христе открыла новые горизонты и новые возможности поэтому важно не стоять просто в безопасности а действовать жить но в любом случае когда мы оказываемся в какой-то зоне который не предполагали иметь и вдруг надо принимать решение быстро очень точные решения то важно чтобы вокруг нас оказывались люди которые не случайные о которых дал бог как драгоценности которых мы смогли увидеть рассмотреть распознать и оценить и вовремя выстраивать те отношения которые будут для нас безопасностью в данном случае мы видим что давид получил такой даже не вопрос а решение этих людей которые могли сказать что мы с тобой царь и вышел царь и весь дом его за ним пешком оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома вот это немножко странно с одной стороны он вышел с теми слугами рабами воинами которые его защитят но почему он не берет джон ряд мыслей которые тут могут быть одна из причин или мы можем говорить о благородстве давида вот вы тогда в этой версии что он не хотел чтобы они жили сейчас под открытым небом не хотел чтобы они были сейчас где-то подвержены каким-то неправильным состоянием непогоды и прочих вещей но с другой стороны тут есть такая ремарочка для хранения дома от мародерства то есть он их оставляет в доме но понимает что они не являются целью а весолома то есть он как бы их оставляет в безопасности потому что что ж он будет разорять жон отца своего когда отец сейчас не присутствует здесь то есть такая логика могла присутствовать но она оказалась ошибочной дальше мы это увидим почему с другой стороны у бога было предупреждение к давиду и он говорил ему через пророка что его жены окажутся под насилием потому что он когда-то взял чужую жену и в этом смысле посев он был сделан вряд ли давид это забыл но хотя может и забыл тогда он мог обезопасить своих жен забрав их тогда он не стал бы думать об их комфорте не стал бы думать об их физической безопасности в таком смысле что он их оставляет от неуютных условий не беря их с собой в это путешествие похода но с другой стороны у бога ничего не проходит бесследно и когда сказал пророк что это будет то в конечном итоге это придет и в жизнь давида я очень желаю друзья чтобы мы с вами жили под его покровом во всех нюансах своей жизни господь мы нуждаемся в этом и мы просим тебя об этом благослови нас принимать решение правильное не из просто из человеческих логических выводов что так будет лучше так будет хорошо и безопасно детям нашим или внукам нашим или жены мужьям но пусть боже действительно твоя безопасность нас покрывает на всех путях нашей жизни независимо от того какие выборы мы делали раньше пусть будут уничтожены неправильные посевы во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а 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